Вести Карачаева Черкесия В МВД по Карачаевой Черкесии состоялось совещание, на котором подведены итоги деятельности органов внутренних дел за 9 месяц 2021 года. Заместитель министра Ансар Баташев подвел общие итоги работы органов внутренних дел по Карачаевой Черкесии и дал оценку ряду направлений отдельным подразделениям и руководителям. Особое внимание было уделено вопросам раскрываемости и профилактики преступлений, противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и другим важным направлениям. Отдельно обсуждены итоги деятельности в отчетном периоде в отделах внутренних дел Зеленчукского и Прикубанского районов. Рассмотрим вопросы о мероприятиях, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также вакцинации личного состава ведомства. Согласно рейтингу деятельности органов внутренних дел в регионе, переходящий кубок за первое место достался ОМВД России по Карачаевскому району, второе место занял ОМВД России Адыгехабльский и третье досталось ОМВД России по Усть-Жигутинскому району. По итогам совещания дана оценка достигнутым результатом, рассмотрены имеющиеся недостатки в организации работы и намечены меры по их устранению. Чуть больше недели остается до завершения всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. В этом году ее впервые можно пройти в интернете через сайт госуслуг и в многофункциональных центрах, где помогут волонтеры, а также на переписных участках. О том, как проходит масштабное мероприятие у нас в республике, какое значение это играет для государства и кто участвует в данном мероприятии, расскажет Алла Динаева. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Мы с вами встречались накануне начала переписи. Две недели прошло с тех пор. Расскажите, пожалуйста, как активно люди участвуют в переписи. На сегодня, подводя итоги, можно сказать, что мы практически приближаемся к 70-процентной отметке. Это уже какие-то десятые еще не хватает до 70%. При этом, надо сказать, что начиная после первой недели, активность заметно возросла жителей в прохождении переписи, особенно на портале госуслуг. Видно, что эта форма, она как вот на современном этапе развития технологии, она востребована. На сегодня по нашему региону мы посмотрели статистику, которую на федеральном уровне Минцифры выгружают на портал данных хода переписи. Там свыше 64 тысяч жителей республики, они прошли перепись на портале госуслуг. Единственное, что на данный момент официальная цифра несколько ниже, потому что встречаются дубли, когда члены одной и той же семьи, они в разное время прошли на портале госуслуг. И поэтому мы-то должны переписать семью одну, и чтобы вот эти дубли исключить, некоторое идет отставание официальной цифры. Но на сегодняшний день вот у нас число переписанных на портале госуслуг, это приближается к 13 процентам. Вот более 55 тысяч человек, которые прошли. А переписано переписчиками тоже заметно возросла эта цифра. Каждый день вот у нас идет перепись, так, 10-12 тысяч это минимально. Вот столько прибавляется людей переписанных. Причем все районы активно работают. Некоторые уже вообще вступили в завершающую фазу, там 85 и выше, да, вот последние там 15 процентов переписать. Есть и такие у нас активные территории, несмотря на размер, там маленький это относительно район по численности населения, или же большой. Но вот как бы так движемся все, можно сказать, хорошо. Очень приятно это слышать, Кулестан Магомедовна, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в республике, что люди понимают, что перепись это важно, и вот так активно принимают участие. Мы лично переписались дома к нам, домой пришел переписчик, можно соблюдая дистанцию. Они были в масках, да? Они были в масках, да. Почему я спросила, в маске были? Потому что ведь эти все вопросы правительство тоже подошло к тому, чтобы всех переписчиков обеспечить средствами индивидуальной защиты. То есть мы мониторим постоянно ситуацию, где, если не хватает масок, где не хватает антисептических средств. Нам помог наш Минздрав, надо сказать, настолько оперативно и быстро. Они нам выделили 19 тысяч масок для помощи, да, вот, чтобы не было перебоя в обеспечении средствами индивидуальной защиты. И организовано, опять же, на федеральном уровне с службами Роспотребнадзора тестирование на безвозмездной основе переписного персонала, причем не разово, а регулярно. И есть у нас такие случаи, когда, не имея симптомов, но переписчик оказался, у него положительный тест, конечно, мы уже принимаем меры, чтобы он в народ не пошел. Вы сказали, есть участки, да? Переписные участки. Стационарные, мы их называем стационарными. Я, например, если я хочу узнать, к какому участку я отношусь, то куда мне пойти, если я не хочу видеть на пороге переписчика? Вы можете в любом стационарном участке переписаться. У нас в Черкесске их 40. Их адреса, контактные телефоны есть на сайте Северокавказстата, на главной странице. Там есть всех территорий, входящих в Северокавказстат. Это Кабарда, Ставропольский край, Мы, Ингушетия, Осетия. То есть у всех это есть. То, что именно вот какой адрес, куда относятся, этого большого перечня мы там не разместили. Вот сколько адресов относятся там, их порядка 3000, да, вот с лишним приходится на один стационарный участок. Этого у нас нет. Ну, у нас есть горячая линия, телефон, который везде на сайтах размещается. И на этой горячей линии можно узнать по своему адресу номер своего переписного участка. В филармонии здания есть переписной участок. Придите сюда, кому удобно. То есть они не привязаны по прописке, да? Нет, прописки не привязаны, но они по географическому положению, да. Они расположены так, чтобы это все было рядом с счетными участками. Но если он в силу какой-то своей занятости не может именно на этом переписном, он может в любой другой пойти. А 40 адресов этих переписных участков с контактами, они на сайте Северокавказстата, на главной размещена информация. Пожалуйста, выполните свой гражданский долг. Все пойдите, перепишите себя, семьи свои. Мало того, у нас принято решение, опять же, на уровне правительства о продлении возможности пройти перепись на портале госуслуг. Если она была первоначально до 8 ноября, то сейчас до 14-го это можно будет пройти. Поэтому все, кто не успевает, пожалуйста, на портале госуслуг возможность есть записать себя и свою семью в электронные переписные листы. Спасибо, Кулистан Магомедовна, что нашли время и ответили на наши вопросы. В такое непростое время вы проводите такую масштабную работу, важную, нужную для всех нас. И далее погоди на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» В воскресной школе Никольского собора города Черкеска состоялась конференция, посвященная особой дате – Дню памяти жертв политических репрессий. В ней приняли участие представители общественных организаций, казачества, а также историки, студенты и преподаватели. Подробнее в репортаже Харчибиджиева. Для Карачаева Черкесии день памяти жертв политических репрессий по-особому значим, говорит священник Александр Гурин. Уже несколько лет батюшка по крупицам восстанавливает трагические истории и судьбы. Работает в архивах и публикует исторические документы о расстрелянных и погибших в ссылках священников, монахов и просто обычных людей. «Сегодняшняя конференция посвящена тому, чтобы и молодое поколение изучало свою историю и знало эту историю, и не повторяло ошибок, которые были допущены в прошлом столетии. То есть, чтобы не было кровопролития, чтобы уважались традиции, обычаи тех народов, которые проживают на территории нашей большой страны. И, конечно же, мы надеемся, что имена тех, кто несправедливо был в свое время репрессирован, они будут постоянно реабилитироваться. Мы должны знать свою историю, особенно наше молодое поколение. И надеемся, что это мероприятие принесет свой результат». Выставка и конференция, посвященные трагедии, на данный момент очень важны, так как сегодняшняя молодежь мало знает о тех темных временах, рассказывает историк Шамиль Батчаев. Многие не понаслышке знают, какие страдания и лишения перенесли люди из-за политических репрессий того времени. Чистки подверглись все слои населения – партийные и советские работники, научная и творческая интеллигенция, духовенство и люди по национальному признаку. На выставке были фотографии прошлых лет. «Мы проводим выставки, посвященные и депортации карачаевского народа. Два года назад я проводил выставку «К столетию расказачивания». То есть мы стараемся в своей работе основные такие моменты трагические в истории наших народов отражать хотя бы на уровне того материала, что у нас имеется, проводить, пусть небольшие, но выставки для того, чтобы посетители архива, кто приходит работать в архив, могли ознакомиться и получить представление». «Понять и поддержать наших предков, которые прочувствовали на себе, как их депортировали, как им было сложно. Мне кажется, это мероприятие нужно проводить для того, чтобы сегодняшнее поколение знало, как сложно было людям». Как считают гости мероприятия, многим священнослужителям и историкам нужно принимать участие в таких конференциях, чтобы среди молодежи возникло понимание того, что большая часть народов прошли этот тяжелый путь, и всем людям нужно извлечь плохие уроки из прошлого, чтобы они не повторились в будущем». Карчабиджиев, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. В республике усилили контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей. Наличие масок у пассажиров и у водителей проверили сотрудники ГИБДД совместно с представителями мэрии Черкеска. Альбина Ламкова продолжит тему. Власти усилили контроль за соблюдением санитарных норм на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенное внимание уделяется общественному транспорту. «На отделке ГИБДД периодически проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению машин с пассажирами и людьми, занимаясь перевозками в общественном транспорте. Вот мы сейчас вместе наблюдаем, что не все. Некоторые говорят, что они уже переболели. Некоторые говорят, что они вакцинированы. Ну и тем не менее, в общественном транспорте должны все передвигаться в маске». От лица водителей и кондукторов троллейбусного управления Черкеска к пассажирам общественного транспорта обратилась водитель троллейбуса Надежда Рябаконь. Она призвала жителей региона не игнорировать средства индивидуальной защиты. «Игнорируя средства защиты, мы подвергаем, а не подвергают, вы подвергаете всех к заражению ковидом. У всех есть семья, мы несем это домой. Просьба огромная, будьте благоразумными и относитесь к нашей просьбе со всей серьезностью и пониманием». С 1 ноября сотрудники МВД, Роспотребнадзора и мэрии Черкеска будут регулярно осуществлять рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах. Кроме этого, будут проводиться профилактические мероприятия в местах большого скопления людей – в магазинах, торговых центрах и рынках. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова